Друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Если вы забыли графический ключ или пароль на телефоне Android, что делать? Как избавиться от этого? Другими словами, вы не можете ввести, забыли и не пускает вас дальше. Но ничего страшного, скажу, что это не беда, это можно обойти. Причем очень даже не сложно и быстро. Буду показывать на примере телефона Samsung, конкретно Galaxy A51. То есть подойдет для любого Samsung способ. И буду показывать на примере телефона Xiaomi. Ну, подойдет для любого Xiaomi, по сути. Если у вас какой-то другой телефон, в принципе, действия идентичны. Да, я сюда поставил эти два бренда, потому что они самые популярные на сегодняшний день. Но если у вас что-то не получается, вы мне в комментариях напишите модель своего телефона, да, и я вам помогу. Но получится должно у всех вообще сразу скажу. Вот увидите. Давайте пробовать вместе. Так, не забывайте, значит, поставить лайк для того, чтобы стоял, да, и у вас будет стоять, и у меня будет стоять очень важные вещи. Я говорю на своем личном опыте, проверил. И вот давайте, значит, вы посмотрите, стоит ли у вас. Я посмотрю, стоит ли у меня, да. Поставим, значит. Все, должно синим лайк загореться. Спасибо за взаимность, за общую заботу. Значит, что мы делаем? Во-первых, я порекомендую достать телефон из чехла, да. Это нужно для того, чтобы было более удобно, и вы, как бы, с первого, ну, или, по крайней мере, со второго, с пятого раза у вас все получилось. Ну, я думаю, что быстренько получится у нас все. Так очень неудобно с двумя телефонами, безусловно. Но я думаю, что это необходимо. Достаем из чехлов просто. Я буду это делать все без монтажа, чтобы это все, так сказать, в лайв-режиме, чтобы вы видели, и вместе у нас все получилось, да. А не нарезки просто. Непонятно, что и как. Так, я достал телефон, и тут появляется новая проблема. Скорее всего, вы не сможете телефон выключить, да. Ну, вы будете выключать, а он будет вам говорить следующее, что, мол, чтобы выключить меня, нужно ввести графический ключ, да. И что делать? Ну, на Samsung, я не знаю, так. Для отключения телефона воспользуйтесь отпечатком пальца или начертите рисунок. То есть, даже выключить он себя не дает. Что делать? Тут тоже есть вариант. Просто зажимаете кнопку включения-выключения и кнопку регулировки громкости вниз и держите долго. Потом, когда происходит вибрация, вы резко переменяете кнопку включения-выключения на кнопку регулировки громкости вверх. Ну, может не получиться с первого раза, как у меня, вот не получилось, видите. Конечно, проще, когда он просто выключен, да, и ждет, когда вы зажмете кнопку включения-выключения и кнопку регулировки громкости вверх. Успеть поменять тяжело все-таки, к сожалению, да. Тем не менее, я буду дальше пытаться, не буду ничего перематывать там при монтаже, да, вырезать. Я думаю, сейчас должно получиться у нас все. Снова зажимаем кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз, потом переменяем управление. Вот как я, видите, я зажимаю. Должно получиться, да, получилось, как я и говорил, мы зашли, значит, в рекавери. И здесь у нас есть такие пункты, смотрите. Ребут систем науто, перезагрузить систему, да. Нас интересует вайп дата факторе ресет. Мы нажимаем кнопку включения-выключения. Прочитайте обязательно, что написано. Я скажу так вам, что у вас все, значит, удалится с вашего телефона, да. Если вы нажмете сбросить настройки или есть, если не хотите, листайте отменом. Кстати говоря, тут перемещаться можно по этому меню с помощью вниз, да, громкость, это вниз, вверх, это вверх. Так, когда вы нажали подтвердить, да, вайп дата факторе ресет, сбросить настройки, телефон уйдет в долгую перезагрузку, в очень долгую перезагрузку, вплоть до часа, ничего не нужно нажимать, там, не знаю, щелкать, потому что это нормально. Потом телефон вернется к заводским, ребят, настройкам полностью, понимаете, то есть, и вы сможете его настроить как новый телефон, соответственно. Так, на телефоне Xiaomi как это сделать, и на любом телефоне Android вообще в принципе, да. Здесь мы нажимаем выключение, и он спокойненько выключился без отпечатка пальцев, да. На Xiaomi попроще с этим. Если у вас другой Android, универсальный способ я показал. Бам, зажимаем, потом бам, да. Все, мы ожидаем, если телефон выключился, мы просто зажимаем кнопку включения, выключения и кнопку регулировки громкости вверх. Мы зажали и просто ждем, да. Телефон включился, мы отпускаем кнопку включения, выключения и держим кнопку регулировки громкости вверх. До тех пор, пока телефон, соответственно, вот, зашел, значит, в рекавери. Нас интересует здесь такой параметр, как Vibe Data. Перемечаемся здесь также, да, с помощью вот этих кнопок. Vibe Data. Vibe Eldata. Снова нажимаем кнопку включения, выключения и все сотрется с телефона. Мне ничего не нужно стирать. Я выхожу отсюда. Все, ребят, после того, как вы нажали кнопку, да, Vibe Eldata, подтвердили, телефон полностью удалится. То есть, что произойдет вообще с телефоном? Все, что на нем есть, в том числе, ребят, в основном, и пароли ваши даже. Там многие переживают, что Google аккаунт останется, да, не даст ему войти. Но на самом деле это не так. Даже на Galaxy A51, на 10-ом Android все удаляется. И Samsung аккаунт, и Google аккаунт. В большинстве случаев, даже если у вас двухфакторная аутентификация стоит, понимаете. Но есть случаи, бренды, на которых, к сожалению, Google аккаунт не удаляется. Может и к счастью. Если вы забыли и от него пароль, то обязательно напишите мне в комментариях модель своего телефона, чтобы я знал, на каком и на бренде у вас такая фигня происходит. Я сниму для вас видеоролик, покажу, как это все избавиться от этой проблемы. Потому что решение на самом деле существует, оно достаточно простое. И ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение в таком формате. Значит, еще есть интересная такая штука, что после того, как вы вот это все сделаете, в вайп дата, да, факторы ресет, у вас еще может телефон уходить пару раз в перезагрузку. То есть он перезагрузится второй, третий, пятый раз. Тут нужно, значит, сделать следующее. Если спустя час, то есть не надо, пока час не прошел, ничего не нажимайте, положите телефон. Если даже час прошел, телефон завис, вы делаете то же самое, то есть кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вверх. И там reboot system now. Или просто reboot на сел, вы видели, да? И все у вас наладится, так сказать, и все начнет работать, как прежде. Все это универсальный способ, и подойдет он даже, думаю, через 5 лет, почти 7. Друзья, ставьте лайк этому видео, увидите крутое продолжение, и вообще ставьте лайк, чтобы стоял, и чтобы поддержать этот полезный видеоролик, который спасает телефоны людей, да? Значит, подписывайтесь на канал Блогермен, и ставьте колокольчик, что самое главное, когда подписались, чтобы когда новые видео на канале Блогермен выйдут, вы их, соответственно, не пропустили. Задавайте свои вопросы в комментариях, пишите модель своего телефона, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Я желаю вам всего самого отличного. Удачи и до скорого.